здравствуйте друзья анна скажите здравствуйте друзья здравствуйте дорогие ребята что я сейчас делаю я специально показываю вам краешек краешек моего экрана для того чтобы вы не видели весь экран потому что на экране сейчас будет такое что вам лучше не видеть но мы вам все расскажем я вам дам листочек бумажки чистый и вы будете на нем аккуратно записывать хорошо будете всем показывать бумажку вот вам ручка тяжелая такая телерийская ручка свис армии я очень люблю значит мы сейчас в дайсе с рекрутерского захода я хотел просто показать вам соотношение людей которые с рабочими визами которые просто в америке на рынке значит что мы делаем мы говорим поиск ищем работу и ищем людей по всей стране я не не даю конкретного географического там региона я пишу например java девелопер анна вы подтверждаете что я это написал java девелопер подтверждает он по умолчанию дает за 90 дней ну давайте скажем за 30 дней так 30 дней значит вы пишите 30 дней 30 дней джава девелопер и мы будем варьировать только одну единственную вещь значит ищем ли мы весь рынок обыскиваем или только тех кто с право на работу скажите какое сейчас число здесь написано 35 35 тысяч 312 запишите java девелопер 35 тысяч 320 это люди с разрешением на работу теперь я иду нахожу такой боксик есть как называется боксик скажите то есть сейчас было их суд она была помечена а теперь я его отпускаю и на 30 днях у нас вот то что там было 35 тысяч 320 превращается 65 тысяч 468 48 то есть грубо говоря удвоилась почти давайте вы теперь возьмем не 30 дней а то же самое сделаем но на 90 я возвращаю боксик на место и говорю давайте мы за 90 дней почему я хочу за 90 дней потому что я хочу вам показать что людей которые дайте стоп напишу 100 дней людей которые долго на рынке больше среди тех кто без разрешения на работу значит говорю apply и их значит и за 100 дней с разрешением на работу значит мы имеем 37 405 вместо 35 тысяч 420 получилось на 2 тысячи всего больше мы ушли с 30 дней до на 100 дней и вот этих людей у нас стало больше ну то есть практически ровно столько же осталось там на меньше десяти процентов прибавка отбиваем боксик и делаем еще раз на 100 дня и получаем сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь есть такой сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь а было 65 было 65 то есть соотношение у нас значит 35 тысяч на 65 тысяч а теперь получается 37 тысяч на сто четырнадцать на сто четырнадцать тысяч это было 100 дней а давай я попробую по максимуму взять у меня по максимуму я могу взять триста шестьдесят пять дней за год попробуем так из любопытства так не шелестим значит и говорим триста шестьдесят пять дней значит что у нас получается с разрешением на работу шестьдесят шесть тысяч там что-то как-то несущественно за год шестьдесят шесть четыреста пятьдесят девять ну ты же не можешь год болтаться и не найти ничего они приходят уходят так теперь теперь все вместе не то что без разрешать теперь все вместе нажимаем кнопочку она зачитывает что там получается сто девяносто пять тысяч семьсот двадцать один сто девяносто пять семьсот двадцать один то есть соотношение уже такое типа один к трем на одного человека местного два человека не местных и скажите она что вы себе думаете за 200 тысяч человек это немало правда 200 тысяч из них сколько из них без разрешения на работу то 195 минус шестьдесят шесть то есть минут пусть будет там шестьдесят пять то есть мы имеем сто тридцать тысяч человек это можно сказать две годовые квоты по ищем обе визе правда и вот я высказывал сегодня мысль о том что значительная часть этих людей получив свое H1B в паспорт сидят в Индии и оттуда ищут работу прикидывает что они тут на местности вот а как только появится какой-нибудь проектик вот они сюда и побегут вот так сегодня работает эта система вот они значит у нас не хватает у нас дико не хватает H1B виз на всех а на самом деле значит они эти визы годовая получка этих виз годовая я извиняюсь двухгодичная двухгодичный набор визы H1B сидит неизвестно где да и типа ищет проект а как же он визу дает а в паспорт визу в паспорте кушать не просит вот а если проект найдется значит он там возьмет и поедет а потом может у него там нет проекта и неизвестно когда будет его опять в Индию он там опять ждет когда будет я не знаю как это происходит я просто говорю о том что есть чудовищное количество людей которые не въедут в страну их консалтинговая компания не привезет в страну до тех пор пока они не найдут для них проект потому что содержать их тут дорого а в Индию ничего не стоит кушать не просит ничего поэтому вот такая интересная фишечка у нас с нехваткой рабочих виз вот они все там сидят как интересно да и правда интересно давайте Анна Леонидовна я в вашем лице вы в своем а я в вашем помашем ручкой и скажем всем до скорых встреч до скорых встреч